В минувшие выходные в парке Степаново прошли самые зрелищные соревнования всех дисциплин маунтинбайка. Эллиминатор – это разновидность кросс-кантри, спринтерская гонка на выбывание по короткому динамичному кругу. Трасса длиной всего 700 метров. Вся трасса находится на виду зрителей, и болельщики могут аплодировать, кричать, давай-давай, быстрее, давай езжай, мы за тебя болеем. А другие классические трассы кросс-кантри этого лишены, потому что трасса уходит достаточно далеко. Она продолжительна протяженностью не менее 2-5 километров. Эллиминатор проводится в нашей области впервые. Для многих участников формат необычный. Здесь соревнуются не на выносливость, а на скорость. То есть нет подъемов, нет тяжелых участков. То есть обычная гонка, она, как правило, там длится полчаса, 40 минут, час. То есть как бы работа на выносливость, а здесь именно такая вот взрывная работа. То есть отработал, отдышался. Участие в велогонке могли принять все желающие, от любителей до профессиональных спортсменов в разных возрастных категориях. Меньше всего, как обычно, оказалось девушек. Наверное, это все-таки опасно, я считаю. И не каждая девушка решится участвовать в таких соревнованиях. Сегодня вот были и падения. Правда, не сильно, слава богу, все обошлось, но все равно это опасно. Я, насколько знаю, на Суванской спортшколе нет девушек вообще. Зато есть юные велогонщики, которые также стали участниками соревнований. По правилам, кросс-кантри на выбывание открыты только для гонщиков, достигших 17 лет. Но организаторы сделали исключение. Ребята приехали вместе с родителями и тренером. Трассой в целом остались довольны, хотя некоторые места показались сложными. Вон там на повороте было очень сложно. И там ветки и пень рядом. И просто об эти ветке мы шаркались, и было не очень приятно. Трасса сложная. Приехали поучаствовать ради победы и просто радость получить. Ну а наибольшую радость традиционно испытал финалист гонки в самой большой по количеству участников возрастной категории элита. Хотя победа и была вполне ожидаемой. Ну, в принципе, соперников я уже всех знал и примерно мог оценить свои шансы. Ну, хорошие соперники, конечно, были. Они тоже занимаются, тренируются, молодцы. И вот с вами по соперничею, надеюсь, зрителям интересно было смотреть. Нина Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.